Лечить маленьких детей, животных и людей в коме – это самое простое. Просто это требует огромного количества энергии. Почему? Потому что у них нет замороченности социальными условиями, которые неоправданно активизируют неокортекс, кору полушарий, по делу и без дела. Поэтому они выздоравливают просто, легко и быстро. Месяц назад Майя поступила к нам в клинику в очень тяжелом состоянии. В ходе осмотра у нее было выявлено тяжелое дыхание, гиперсолевация, крайняя степень обезвоживания. Хозяин обратился с просьбой о помощи, так как в сторонних клиниках только разводили руками и не было поставлено точного диагноза. И с каждой минуты Майя становилась все хуже и хуже. Случилась большая неприятность. Кошка сильно заболела и с диагностической целью ввели Барри в желудок. Но получилось так, что Барри попал в легкие. И, как говорят доктора-ветеринары, это несовместимо с жизнью. Это был первый приговор. Поступивши сюда, Майя уже задыхалась. В экстренном порядке мы ее повели на рентген. И там обнаружили Барри в легких. К сожалению, такое состояние требует только стационарного лечения с кислородами, с инфузионной терапией, ну и также контролями давления, температуры, анализов. Гарантий о сохранении жизни мы никаких не давали. Потому что Барри в легких, как правило, всегда заканчивается летальным исходом. Второй приговор прозвучал чуть позже, когда в показателях крови креатинин вырос более 500 единиц. То есть это терминальная стадия почечной недостаточности. То есть второй приговор не выживет. Барри в легких – это последствия диагностики, которую проводили в сторонней клинике, на предмет непроходимости. Так как у Майи были многократные рвоты в течение трех дней. Причина оказалась не инородных предметов в кишечнике или желудке. Причина оказалась в хронической болезни почки, как уже выявлено было в ходе диагностики УЗИ и анализов крови, которые мы получили в Майи. Так как изменения по анализам крови были почечные, критичные, так и как по УЗИ почки были несимметричные, одна почка уже была более склерозированная. То есть мы подозреваем, что у Майи одна почка работает кое-как, вторая уже не совсем хорошо. В данном случае наши прогнозы снизились к 1% из 100% о сохранности жизни. В нашей клинике есть все необходимое для диагностики и лечения тяжелых пациентов. В некоторых особо тяжелых случаях, когда уже надежда минимальна, мы можем прибегать к даже остеопатической терапии. В случае с Майей работали вся команда ветеринарной клиники БОСИ и доктор Первушкин. И сделали все возможное для того, чтобы Майя сейчас чувствовала себя великолепно. Когда мне предложили полечить красивую кошечку, конечно же я согласился. Нам нужно очень высокое внимание. Все-таки это не человек, который может объяснить, что и где беспокоит. И задача была тщательно проверить все анатомические структуры, все спазмы, все зажатости на уровне мышц, костей, внутренних органов, нервных сплетений. И самое главное, нужно было восстановить, чтобы это дышало в едином биологическом ритме. Все органы и ткани. Для того, чтобы понимать, как работает остеопатия, конечно же нужно знать анатомию. Нужно знать физиологию. И даже нужно знать физику. А когда мастерство становится достаточно высокого класса, когда мы говорим о таких достаточно тонких вещах, как флюидное тело, как волновые процессы, миологические ритмы, это то, что нам позволяет работать даже дистанционно. И вот когда этот процесс удался, он завершился полным выздоровлением. Показатели почек вернулись в норму. Барри в легких рассосался. И кошка здоровая, довольная была выписана хозяевам на руки.